Всем привет! С вами Василий Жданов и я в Питере в гостях у Александра Сазонова, тренера по настольному теннису клуба тайм-аут. Саша, привет! Здрасте! Здрасте! Вот. Одно видео уже мы с ним записали про топ-спин, смотрите его также на канале. И в этом видео мы рассмотрим подачу с верхним вращением. Александр очень часто использует ее в игре на балансе, когда очень важно выиграть очко. Да. Расскажем. Основной момент подачи верхнего вращения это подойти к ку-у стола, подкидывается мяч, ловится на крайней точке стола, крутится вверх, либо вбок вверх. Два момента у каждой из этих подач. Первая подача, она больше идет силовая, то есть в ней больше скорости, и есть вращение, но больше она на скорость. И дуга у этой подачи вот такая. То есть она низкая. Подача подается вот так. Подача подается вот так. Рука идет вперед, проходит точку грани стола, и в момент касания мяча она подается еще вперед, либо чуть-чуть наверх. Это в принципе не меняется, только когда вы делаете наверх, тянете руку наверх, больше придается вращение. Если вперед, то больше скорости у мяча. Вторая подача. Также верхнее вращение. Стоите на углу стола, подкидываете мяч. Опять же, в момент касания мяча у тромки стола вы делаете на себя и обратно. За счет этого придается верхнее вращение. Но дуга у этого верхнего вращения уже будет более высокая. Это две разные подачи, на которые по-разному реагирует соперник. На быструю подачу, которая низкая дуга, он выходит ногами, в основном делает топс. Если подавать тот же самую подачу номер два, то соперник реагирует на нее так же быстро. Но скорость этого мяча и за счет дуги, скорость она уменьшается. Соперник выходит ногами, делает движение, мяч падает у него около ноги. Если объяснять, почему ошибается соперник на этих двух подачах, то это зависит от дуги. У первой подачи дуга длиннее, у второй подачи дуга выше. За счет этого разная скорость вращения мяча, но соперник видит, как будто вы подаете одну и ту же подачу. В принципе, все. Первая подача идет более скоростная. Вторая подача идет меньше скоростная, но больше вращения. В этом видео Александр рассказал нам про два вида подач с верхним вращением, которые можно использовать для обмана противника. Под этим видео будут контакты Александра. Добавляйте друзья, смело пишите, вопросы задавайте. Он ведет тайм-аут в Санкт-Петербурге. Он набирает сейчас новую группу для спаррингов, либо просто групповые занятия. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Саш, спасибо тебе, очень интересно. Спасибо. Очень интересно. Пока.